Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Mount & Blade Bannerlord по-прежнему. Что произошло? Я перезапустила последняя серия. У нас была такая печальная, трагичная. И я начала с охраночки пораньше. И что у нас рандом? Рандом решил, что наше королевство Батания не воюет с этими на юге, но все равно воевала с империей. Соответственно, сейчас как обстоят дела, если мы сейчас зайдем с вами в клан. Вот, посмотрим. Дипломатия. Завоевались не с Асираями, а с Тургией. С Тругеей я ее все время называю. С Астургией теперь они воюют, но воюют где-то там. Поэтому мне, в общем-то, полегче стало с моими владениями. На них никто не нападает. Но как решилась история с сарготом. В сарготе... Так, это мне теперь надо... Сейчас посмотрим. Сейчас я вам все покажу. Владение. Так вот, саргот я посадила Широкогрудова. Широкогруды у нас оказался имперцем. Причем имперцем именно тем, которым нужно. Потому что саргот принадлежал... Если сейчас мы опять на карту перейдем... Он принадлежал вот к этим вот. Вот к этим вот имперцем. А не к этим. Вот. Поэтому, в принципе, в сарготе все более-менее. Но мы туда вернемся. Сейчас мы осмотрим все влаевладения. Почему я тут тормознулась, остановилась, не стала играть, в общем-то, за кадром? Потому что... Ну, мне пришлось просто очень много всякой рутины делать. И это, на самом деле, не особо интересно было. Я пробовала всяких разных наместников. Потому что не сразу можно понять. Вот написано имперецем. Например, та же катила. У меня имперка. Но она туда не подходит. Я ее сажаю. Там опять все минусы идут. Но когда мы сейчас доберемся до моих владений, я покажу. Соответственно, у меня так и остались. Это замок Фарактории, замок Верон и Саргот. Все пока что еще висит на волоске. И, в общем-то, пока что там тоже ничего хорошего нет. Но у нас тут наша Майера достигла пятилетия. И давайте-ка мы распределим ее умения, таланты. Ну, смотри-ка, уже ребенок такой, уже подросшая, вся мама рыжая. Майера достаточно выросла, чтобы самостоятельно выбирать себе забаву с другими детьми поместья. Вас особенно поразило, что она... Так, и вот давай-ка смотреть. Начинает верховодить в компании. Ага, это социальность, это лидерство. Да, у нас повышается. Никогда не устает. У нас повышается выносливость. Ну, так как-то, наверное, нет. Всегда попадает в цель. Это металлочки у нее тут, контроль. Обожает загадки, интеллект. Я вообще не знаю. В принципе, Майера наша первая. И, скорее всего, она и будет принимать за нас дальше игру. Поэтому избегает грязной работы. Класс, мошенничество. Побеждает в силовых состязаниях соответственной энергии. Обожает загадки. Я не знаю, если я потом, как говорится, наша главная героиня отдаст правление Майере, я не знаю, как здесь это происходит. То, соответственно, управление и все вот такое вот медицина, инженерное дело, телекту нам не надо, как мне кажется. А вот социальность, подожди, верховодец в компании. Вот социальность, скорее всего, нужна. Скорее всего, нужна. Хитрость, наверное, тоже нет. Выносливость. Ну, выносливость тут вроде как вот сюда добавляется. Выносливость, я думаю, мы себя прокачаем сами. Бегай, езди. А вот социальность ее труднее. Социальность и интеллект труднее всего качать. Вот. Соответственно, энергия, она тоже. Поэтому я так думаю, что мы возьмем себе верховодство и повысим социальность. Так, далее. Майера проводит много времени в одиночестве. Да. Ну, да, в принципе. Мама с папой вечной где-то шляются. Бедные дети одни. Так, заботится о лошадях. Ага, вот она, выносливость. Э, такая-то. Стреляет по мишени. Мне стрелком-то точно уже не будешь. Гуляет. А вот и, пожалуйста, у нас тут разведочка. Сама делает игрушки. Это, опять же, выносливость к кузнечку. Играет в войну. Ура! Энергия. И настольные игры. Тактика. Я бы, наверное, все-таки, как бы это ни странно, вот в лошадей, но чтобы изначально взять себе какую-то лошадку. Хотя, я не знаю, может, я лошадку себе и так прокачаю. В общем, давайте качать себя как лидеру будущему. Я надеюсь. Выносливость. Скорее всего, играет в войну. Тут понадобится. Вот, тут уж как-нибудь мы, я не знаю, или выносливость. То есть, либо о лошадках. А, подожди, мы сюда добавляем. Мы не добавляем верхние. Тогда играет в войну. Вот. Само мастерит себе игрушки, бедный ребенок. Так. Наставники отмечают, что моя родила от успехи. Особенно в занятиях, требующих таких качеств, как хитрость. Ах, наставники сами добавили хитрость. Ну, как скажете, наставники. Окей. Хитрость, так хитрость. Далее. Этап завершен. Так, навык лидерства повысился. Навык одноручка повысилась. И хитрость. Уже, я не знаю, такой хитренький воин у нас получается. Ну, ладно. Вот, все. Майера у нас подросла. Пять лет. Ой, ой, ой. Как у нас тут все лагает. Вот. Чем занимаюсь я? У нас задание есть. И я на это задание отправила Мату. Она с войском там бегает. Все это делает. Одолеть разбойников. Ну, потому что некогда мне заниматься разбойниками. Бегать, их выискивать. Довольно нудно. Это задание, занятие. Вот. Давайте-ка я сейчас пробегусь. Сама вспомню по своим владениям. Поэтому у нас войск так мало. Так, здесь у нас управляет гарнизоном Сейн. Ну, потому что сюда вообще никого нельзя было поставить. Все остальные мои спутники совершенно не подходят. Давай-давай, грузись. Так очень все медленно. Ну, это войны. Это гарнизон. Гарнизон довольно большой. Я потихоньку набираю, туда засовываю, чтобы никто сюда не проходил. Итак, здесь у нас по-прежнему строительство никогда и так далее. Почему? Да потому что верность 24, она потихоньку растет. Но вот это вот происхождение наместника и вот эта народность владельца, то есть поскольку мы ботанцы, а это все оккупированные замки и города, минус 3, как видите, оно так и останется. Ну, и происхождение минус 1, то есть минус 4 компенсируется, я не знаю, что такое изменение верности. Да, он героический лидер. И мне бы вот ярмарочку выстроить, это будет еще плюс 0,5 к верности. Тогда у нас пойдет стройка. Но здесь пока что все очень плохо. И вот эта вот охрана, почему я сюда очень много засунула гарнизона, почему-то вот чем больше тут охрана, тем лучше оно, вот здесь вот куда-то верность, по-моему, это вот охрана. Да, охрана дает плюс 0,54, но она меняется. От чего это зависит? То есть вот сейчас плюс 31, потом как-то уже не очень благополучие, но да, вот верность минус 1. Почему верность минус 1? И я, главное, ничего построить не могу. Мне бы построить ярмарки, а после них построить сады, вот, и тогда тут все стало получше. Так что, в принципе, тут с этим, ну, я не знаю, может быть, можно сюда добавить каких-нибудь еще денег. Вот, но на самом деле тут ничего не изменится. Никогда и все тут. Вот, так что все очень плохо. Деревни, за деревнями тоже надо следить. Если в деревне беспорядки, то тут тоже. А вот почему сейчас плюс 0,9 уже, да? Ну, ладно, пока что в плюсе. Давай-ка отсюда уедем из этой фрактории. Езжу по деревням, набираю все-таки этих самых воинов. Самих простеньких. Ну, и перцы, перцы себе пускай будут. Вот, почему? Да чтобы вот в этот вот замок их и усадить. Так, кто-то там у нас прокачался. Кроме всего прочего, новобранец имперской виглы. Да, вы мне писали. Большое спасибо, что вот как раз-то эти новобранцы виглы и вроде как хороши. В катафракциях. Да, да, совсем неплохо. Имперские элитные катафракции. Но пока что я их не буду прокачивать. Я их посажу к себе. Я вот из пленников. Вот они уже готовы к катафракции. Я их себе беру и у меня их больше. Просто я сейчас отправила со своей... А почему? Подожди, вот же и вот же имперский элитный. Почему он к нему не присоединился? Непонятно пока. Но не суть. Вот. Придет моя мата. Так, из ботании взят в плен. Они там с этой стургией воюют. Я туда к ним даже не лезу. Я к ним не лезу. Мне надо разобраться со своими владениями. Вот. И давай-ка обратно в замок. Ася бегает. Так, что там у нас? Да, кто-то что-то отвоевал. Заключить мир с тургией. Ага, будет заключать дань. Так, у нас слишком много врагов. А кто у нас еще враги? Да вроде как и нету. Вот. Я пока буду воздерживаться, потому что спринтером улучшится. Ну или да. Ну давай, да. Потратим 14 очков. Пусть улучшится. У нас отношение единичка. Так что не очень. Так. Лосьян освобождена. Все освобождены. Вот. Если брать наши кланы, то можно посмотреть, какие у нас тут отношения. Ну, графиндок – это королевская семья. С ними со всеми 44. Фендегниль. Дэрнгиль. А не догниль. Вот. 45. Я не помню, что-то там с ними мы это самое. То ли встречались, то ли что-то делали. В общем-то, более-менее. Вот этот фэн Моркар. Я не знаю, надо с ними тоже. Надо ли с ними улучшать. Гьяль. Шесть. С этими я еще не всех знаю. В принципе, со всеми этих мы вообще не знаем. Непонятно, где их искать. У них нету владений. А у этих, смотри, прям Айнгаль. Прям у них тут куча. Смотри-ка. Замок, замок, замок. Замок. Пять замков. Ну, неплохо. С кем там у нас была единица? Подожди. С гнилью? Не, с гнилью все нормально. Моркар. Вот с ними как-то не очень. Можно, конечно, к ним съездить. Посмотреть. Ланок. Ну, пока как бы... Пока я не вижу смысла вливать там деньги или еще что-нибудь. С деньгами, конечно, плохенько. Говорят, что плюс. Ну, такое себе. Сейчас я гарнизон добавлю, и будет у нас совершенно не плюс. Так, управление замком. 0,9. Вот, сейчас посмотрим, если я в гарнизон отправлю своих виглов и новобранцев. Лучников и сирайских. Посмотрим. Если что, потом я, опять же, тоже их суну в этот гарнизон. Так, ну-ка, вот сейчас вернемся, посмотрим, есть ли там какие-то изменения в управлении замком. Наверное, мало я туда этой охраны. Вот благополучие. Да, благополучие дает. А что делать с благополучием? Верность минус один. Вот и все тут. Как его поправлять? Когда тут это начнет? Низкая верность. То есть, вот эта верность должна повыше подлезть, и тогда начнется строительство. Ну, пока никак. Я даже не знаю, что может быть сейно отсюда убрать. Но пока уедем. Ладно, это у нас фрактории. Замок. Поехали в Верон. Вот, что у меня здесь. В Веронис сидит Катила. Катила, она имперка, и она вроде как сюда подходит. Видите, происхождение наместника. Все. Это уже плюс один, потому что она имперка, но она имперка. Тут была вот эта вот темно-красная империя, вот она оттуда. А широкогруда и с другой. Там, по-моему, восточная, западная или какая-то. Вот. Опять же, это все определяется методом тыка, опытным путем. Потому что вот на Катиле, когда мы смотрим ее происхождение, написано имперка. Широкогруда тоже имперец. А вот то, что они разные, империя там западная, империя восточная, об этом уже никто не говорит. Это надо где-то держать в уме. Или когда сразу берешь спутника, записывать четко, точно. Из какой он империи. Тут вот это вот не очень. Потому что надо было сразу писать происхождение. Восточная империя или там западная империя или еще какая. Ну, ладно. Вот. Поэтому здесь у меня тоже чуть-чуть капает, чуть-чуть капает плюсика. Здесь я успела построить сады. И подожди, что ярмарки. Вот. Ярмарки дают тут к верности. Конечно, второго уровня они дают плюс единичку к верности. И, по идее, их надо строить. Следующий. Но я сделала мастерские. Они дают плюс один к строительству. Соответственно, строительство происходит быстрее. Просто-напросто. Сейчас строится что тут у нас мастерская посадных орудий. Скорости ремонта стен, к скорости производства осад. По-моему, вот эта вот мастерская. Ну, вообще, чем больше построено тут здание, тем лучше для города. Вот. Тут, наверное, надо построить. Тоже будет базар. Вернее, амбар. Вот. Налоговый дом я пока... Ну, да, налоги плюс. Это будет больше денег. Ну, опять же, вот мне непонятно, будет ли народ взяточнистого. Закон о кантонистах. Минус 15. Ну, пока как бы все вот эти вот плюсы, которые здесь у нас по деньгам. Ну, я пошла в кузню, наковала, пока это не пофиксили. Это работает. Тут же себя заработал денег. Тренировочные площадки. Это все гарнизон. Надо пока заниматься вот этим вот благополучием. Амбар. Костелян, наверное, тоже подойдет. Ну, в общем, как-то так. Либо, в общем-то, строить ярмарки. А это, правда, очень долго. Они там чуть ли не год строятся уже на втором уровне. Посмотрим. Но они бы сразу дали верность. Верность – это быстрее строительство и так далее. Ну, в общем-то, в этом замки как-то пока более-менее. Хотя тоже, я не знаю, может быть, охрану повысить. Изменение охраны минус 1,48. Почему? Ну, опять же, гарнизон тут не резиновый. У меня уже 130. И ссувать сюда еще больше, я не знаю. А что дальше делать? То есть как-то надо держать руку на пульсе и следить, чтобы он не спадал вот эта вот верность в замках на минус. Все это как-то, я не знаю, это, может быть, где-то читать какие-то гайды. Я никогда этого не хочу делать, потому что я так считаю, что... А, подожди, а почему я сюда-то? Ну, ладно. Здесь у нас ботанистские войны. Вот. Давай-ка вот этих возьмем. Высокородных тоже возьмем. Пусть будут. Ну, надо съездить в свои деревни. Моя деревня Верон. Вот. То есть ты сам должен догадаться и узнать, как оно там вот у тебя в этом твоем поселении или замке, или там в городе работает. И, на мой взгляд, такое себе. Вот. Свиглов тоже берем. Если что, вырастим потом из них нужных нам людей. Я забрала всех пленников отсюда. Продала их. Ну, потому что, мне кажется, что... Должно быть... Да, никого. Мне кажется, что они дают, опять же, минус. Замку или поселению, когда там сидят пленники. Я не уверена, насколько оно... Насколько это именно так. Как я и говорю, вот началась экономика, которая, во-первых, не совсем понятна. Сокородный юный ботанец. Давай тебя тоже сюда. Добра улицы. Вот. Готово. Сейчас уедем. Вернемся. 0, 0, 8. Это при том, что у меня происхождение наместника плюс 1. Такое себе вот мелкие. Почему оно все время падает? Я не знаю. Я не знаю. Вот. Ну и в конце концов поехали в Саргут. Заедем по пути в деревню нашу. Так. Кто-то там чего-то хочет, по-моему, пленные к нам. Наездников. Беру пока... ...всяких этих мамилюков. В конце концов их можно засунуть потом в гарнизон. Грабители бегают. И посматривать надо на свои деревни, чтобы у них, как я и говорю, вову... А, нет, это... Нет, это в моей деревне. Что у нас тут? Надо лезть разбойников. Он в действии. Как раз вот этот квест. Кто там еще куда хочет? Нет, это вот грабителей обрать точно не буду. Так. Нанять воинов. Новобранца. Виглов тут нету. Да, видите, тут уже... Это уже другая империя. Это Вландия. Соответственно, Саргут был изначально вландийский. Хорошо, что у меня широкогрудый блондиец. Это, конечно... Да. Вот. Ну и Саргут. Проблемы мышей подручные попали в плен к охотникам за головами. Мыща. Мыща попали. Я не знаю, стоит ли это делать, но может быть. Отношение 9, 1 с этими... А почему смельнее? А, да-да-да-да-да-да. Там был какой-то квест неудачный. Я его хватанула с горяча. А это типа там... А, там отвези там... То ли зерно, то ли что-то. Ты его вывозишь, тебя встречает другой, говорит, да, он там обманщик. Отдай лучи мне, я отдаю, и получается, что я сделала неправильно. Да, вот с мельником у нас отношение минус. Но меня это мало волнует. У нас нужно управление города смотреть. Итак, плюс 0, 0, 6. Ну, по крайней мере, восстания здесь нет. Делаются мастерские, которые дают плюс к строительству. Сколько? 21 день. Долго? Не именно... Не именно верно. Форум, что дает влияние владельца. Влияние это вот оно. Вот это вот влияние. То есть, я так понимаю, что влияние здесь не дает никакого плюса для самого города. Кведук. Пророст благополучия. Вот и Кведук надо строить. Вот. Фруктовые сады мы уже построили. Видите, у нас благополучие тут есть. Изменения вроде как тоже идут в плюс. Проблема в деревнях. Ну, вот проблема в деревнях. Мы сделаем квест. Закон о дорожной пошлине тоже дает минус. Охрана почему-то опять идет в минус. Почему? Непонятно. Так, ладно. Тогда мы цитадель, гарнизон. Гарнизон офигенный тут. Почти сейчас 200 человек будет уже. Не почти, а 200 будет. 201. Вот, содержать всю эту толпу. Так, давай-ка в таверну пленников выберем для продажи. Продадим этого грабителя несчастного. Эти пускай пока будут. Может, кто-то из них прокачается к нам, присоединится. Пусть пока я их с собой таскаю. Пленники, которые были в нашем городе и в замках. Так, цитадель, подземелье. Откуда они набрались? Кто-то мне их здесь... Подожди, а где у меня тут сидел мой этот? Или он сбежал? Ладно, пускай сидят. У меня тут сидел... Я уже не помню, или я его отдала, продала. Короче, я завоевалась тут, когда воевала. Какого-то одного из предводителей. Я как-то вот... Когда здесь возникают вот эти записи, там тот ушел, тот сбежал, не всегда это замечаешь. Ну да. О, ладно, короче, это все. Все это неважно. Так, торговля. Что у нас... Есть у нас, что продать? Да, по-моему, там какую-то ерунду мы набрали. Вот, все это продаем. Теленизин. Это я переплавлю, по-моему. По-моему, это плавится. Ну, это все, да, 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 мне в кузню надо, в кузню надо, в кузню надо ковать. Я, кстати, нашла себе тут получше стрелы. У них пять уже урон, у меня был четыре. Так что, вот такие вот дела. Так, подожди, торговля, дай-ка я посмотрю сразу, что у нас с едой. Что у нас с едой? Все у нас нормально. так, зерно, масло, масло, масло надо докупать. Ухо, винограды сколько? Сыр, финики, угу, Так, оливки. и пивчанские. Ну, все, в принципе. Мясо они едят, пиво они пьют тоже как ненормальные. Вот, оливков больше нет, оливки надо закупить в деревнях. Окей, готово, да, мы заплатим, наши миллионы тают, но я, в принципе, периодически кую и там что-то поддерживаю таким образом. Вот, так что вот управление сарготом тоже, в принципе, пока что идет плюс, все висит на волоске и, честно говоря, вот это вот меня очень, очень меня напрягает вот это вот управление владениями. Ну, может быть, вот когда решатся проблемы. Так, давай-ка, знаешь, что сделаем? Я сейчас сделаю с охраной. Зачем? Затем, что я хочу взять квест в 4. Вот, и если он, я просто не знаю, что это за квест с этой мышой. Давай поговорим. Ваша милость, я в вашем распоряжении. О чем речь? Что тебе надо? Несколько моих ребят пропало. Мне сказали, что их видели мертвецки пьяными в компании парней из другой банды. Ах, это из другой банды, которые оказались грязными охотниками за головами. И теперь мои ребята сидят связанные и ждут, пока эти коварные ублюдки обменяют их на награду за поимку. Так, и чем тебе помочь? Нападите на укрытие охотников за головами и спасите моих подручных. Я позабочусь о том, чтобы вы остались на кладе, скажем, 3000 динар. другой способ. Одна из наших людей. Так, мы, предположим, я справлюсь. Так, и это где? В самом сарготе? Я никогда не делала такое задание. Так, мышь, мыща, мыща, мыща. Так, напасть на логово охотник. Лично этим займётесь. А, 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 вот оно где. О, горные бандиты. У нас 79, но давай-ка подожди, горные бандиты. давай-ка я на вас нападу. Мне подкачиваться тоже нужно. Что вы хотите, что вам нужно? Это не милые бандиты. Вам никогда не схватить на живых. Поехали. Мои миллионы ещё растаяли от того... Ой, слушай, амата-то у нас нету. Лошадей у нас довольно мало. Ну, в смысле конных. О чём я говорила? Не суть. Так, подожди. Ты... А, вот что мне ещё надо пересмотреть. Торговка пряностями. Я её спешила. она теперь... Ну, она же у нас вроде как стрельчиха. Стрельчиха. А, подожди. А, Катила сидит, управляет. Катила то управляет и больше мне тут некого ставить с командующими. Да, и моты тоже нету. Ну, ладно, в любом случае окей. Поехали. Ну, я могу вас наверно. Пардон, чему? Ну, а это странно. Игра. Чего это? Так, давай глянем, кто там у нас. Ага, конники есть? А, у меня тоже конники есть. У меня нету сестер, сестер я отправила. Так, ладно, конники. Дети, давайте. так, конники, всех не надо бить, конники у меня все прокачаны. да, блин, смотри, какой ребятки, давайте, давайте, стреляйте в него. Быстрый. все, да? Нет, еще одна лошадь там бегает. Готовчинка. Готово дело. так даже торговка пряностями у нас повысилась на торговка пряностями сидит здесь и ничем не торгуют чем хорошо что мы не забоевались с осираями тем что мои караваны и предприятия остались целы вот и они работают частоте надо глянуть посмотреть что там так так дай-ка так это мне нужен клан другое да вот маслобойня в каязе конечно какие-то нули вообще она просто на нулях ну посмотрим когда-то она работала сейчас не очень вот и у меня так гарнизон и а вот еще что это я даже не видела вот караваны бегают два леопардица и ася бегать с караванами так то у меня было четыре каравана у меня бегал широкогрудой и бегала вот это вот эти самые пряности но пряность может и отправиться с караваном не знаю так текущая затрата неограниченная затрата автоматически наем воинов да я даже не знаю что это откуда они автоматически нанимаются так очень странно но зато вот здесь вот клан растет ограничение дополнительных спутников расширение всех отрядов и так далее будет у нас на пятом уровне вот так что ася теперь тут можно посмотреть таким образом а причем здесь разведчик хирург тот причем и инженер странно все это так разведчика нету но я в принципе не ставлю разведчика можно может быть кого-то поставить кого у меня всего все распределены некого ставить ладно вернется разведчица нашей и поставим вот так что вот такие вот дела и вот они наши эти самые девочки подрастают пока что почему-то вот здесь нету черт это очень странно может быть они должны подрастить чтобы были черты очень странно что нету и подходит так кстати секунду мата решает проблему ну-ка дай-ка посмотрим эти здесь есть черты чему детей нету странно я там гиперборейского подглядывал у него были черты детей здесь нету так ладно мата решает проблему нам тоже надо решать проблему где наше это укрытие то она на этой стороне 1 так дай-ка глянем что у меня с отрядом никто не повысился но особо-то и повышать некуда повышать мне надо вот только этих воинов и в принципе кстати все у меня прокаченные поэтому вполне возможно что мне пора всех вот этих вот товарищей отправлять гарнизон да вот они все рыцари мамилюки эти все уже прокачались единственный ветеран надо его тоже посадить а то какая-то у меня тут разнообразная солянка я не люблю когда такой беспорядок войскам то еще не прокачены ты идти наверх ну в общем иди вниз 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 и вниз и вниз по одному человеку вот и перебирая всех хозяин ботанистского каравана не знаю откуда я его подобрала он в принципе ну да одноручная 130 что него там метать металки металки палаш ладно это уже такие игрушечки 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 я надеюсь что у нас все более-менее целые кстати целых надо посмотреть моих спутниц ну да боюсь что это будет не просто наступление ночи а это мы под утро пришли ну ладно посидим так кого-то там опять взяли в плен белая мертв чем стали родителями ухсик поехали так кого мы берем а че-то зольфию элитная воина фиана стрелки стрелки нам пригодятся давай парочку вот этих возьмем так ну давай еще одного стрелка и так пять стрелков два этих самых мы поехали готова будет ночь опять ничего не видно да подожди а Я не знаю, если здесь Это лучники за мной, да? Теперь Лучникам надо Огонь по умолчанию В-4 выставить, да? Огонь по усмотрению А, уже стреляем Хорошо, а одним Первым Почему лучники-то? Первые, это кто? Это должны быть не лучники Это пехота Спешится Стена щитов Короче Так Так Пошли Ну-ка, подожди-ка Кто вот эти вот Ну да, лучники тоже Давай-ка не будем мы расстреливать Стрелы Почему зря Они туда палят То стрелы закончились Лучники Лучники Так Так Ну там главный лагерь Стрелы Стрелы тут вышел их командир командир жесткий вы угробили немало моих людей чтоб вас может решимся один на один как-то мне честно говоря не очень хочется участвовать с тобой доля и я так и не поняла я не усмотрела по-моему это опять никакой чести не добавляет и иди нафиг урон так далее вот я не вижу там честь без честь так забавно кричат боевой дух там еще чего-то золото что такое уровень а уровень понятно так ландзийский крестьянин мы его заберем и отправим гарнизон так а превысили мы превысили ах да мы же этих самых до этого еще боевали класс 2 а это класс 3 четыре угорцев мы отпускаем а это все забираем забираем подручные мыши попали в плен за головами но вы знали короче все сделано смешой улучшились а и с известными людьми улучшились это наш перк между прочим на обаяние работает он горные бандиты отпущенные нами явно так хорошо я не знаю какие тут рядом лорды нам надо в саргот проголосуйте за кого нового владельца окей тут я ничего не буду давир мне не надо пиндор мы воздерживаемся не хочу я там ни с кем а радвир получает это владение и вот мне интересно они совсем что ли окей а радвир а радвир это вот эти что ли жирные еще одно получили не а да 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 радвир смотри-ка сколько он себя эпикратею эпикратея уже который раз ходит туда-сюда грабители перед нами на у меня полон рабочих пленных мне никак с подожди уедем турниры там и так далее вот это несчастная эпикратея она потом не получается восстание восстание они там устраняют наши и опять это эпикратея соответственно туда-сюда ходит поэтому дожди от почему тут разве ж мы воюем с этими или их осаждает кто-то имперс очевидно еще с кем-то воюют ну правильно потому что смотри как они здесь ворчек они отжали у турги ой слушайте здесь всех отжимают надо мне сюда быстренько мотануться и нанять этих лучников он их взамен своих сестер меча так ну а пока саргут пока саргут давай посмотрим управление города вот это задание чем-то она изменила тут что-то может быть вот сейчас плюс 19 а почему минус проблема в деревнях мата когда ты там уже решишь эту проблему в деревне полин так ладно давай-ка цитадель гарнизон гарнизон сейчас мой крестьян зафигачим так таверна пленники так и нет торговля продадим по моему не должно быть ничего такого у этих разбойников обмотки всякая такая фигня не нужно более того но больно уж красивые сапоги я не хочу их продавать у меня рука не поднимается их продавать ангон тоже надо золочить все так что еще там всякие эти коровы и прочее такого нам тут ничего не прибилось ли он не нужен так зерно чугун оливки пиво вроде как все сейчас едой нормально все и некий подъедают и сыр подъедают вот тут сыр подешевел вот не слишком много денег саргуте поэтому я стараюсь сильные вот тут тоже не опустошать вот давай посмотрим управление городом сколько у нас еще 18 дней мастерские еще будут делаться они добавят трешечку к строительству и в принципе неплохо тогда у нас все быстрее будет продвигаться почему охрана но даже если мы уберем проблема в городах минус 1 благополучие благополучие это почему минус благополучие это в плюсе у нас почему благополучие в минусе здесь написано я не понимаю вот это вот какая-то филькина грамота все эти управление городами просто я возмущена давай может грабить или губ не можешь тогда городу будет лучше давай ся и они сдались 1 зерно мы с них получили окей вот смотри тут ряд давай-ка вот за этими ломанинский вас и был села лайв стиле такие жирные тут бандиты стали ходить так а так и естественно мышей в сарготе у нас хоть что-то там полу повысится а получилось что как-то как-то не очень так как все коники наша а так у нас все-таки кто-то конный есть лучник очень интересно окно хорсес и хорсес пусть они тут будут как говорится ладно готова оконных там нету а кто у нас этот почему и в реван почему и в реван четвертый значился лучник или он там раненые поэтому он не вышел конный лучник это очень странно хотя мне на коней тоже надо качать а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И она И мои получили Ну, получили, очевидно, от Дальнострела Хорошо Надо к хузаитам Наведаться, надо, надо, пока их там Не гопнули окончательно Хотя все равно, даже если Гопнут государства, в деревнях Остаются еще Их, так сказать, местные войны И, в принципе Можно их там будет набирать Поехали саргут Минус Скорее всего, надо делать Вот эти вот осадные орудия Может быть, это тоже к охране дает Я не знаю Что еще может дать к охране Класс для ополчения Вот эти все дела Рынок налогом Он строился туда Строился с налогами Такое себе, не знаю 18 дней И... Ладно, попробуем сейчас Или, скорее всего Я сильно подозреваю Что тут нужен какой-то баланс Между гарнизоном и... Ничего не изменилось Меняется только в худшую сторону Благополучие минус Сам гарнизон плюс 2 17 А вот что такое изменение охраны Самый последний пункт Тут огромный Что такое изменение охраны Я... Весит все это, честно говоря Так, как долго там наша мата будет еще? Два дня еще Ладно А, да Продать 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 Пленных Вот эти войны Ботанского фиана Совсем не торопятся К нам присоединяться Имперские катафрактии В общем-то Неплохо Присоединяются Ну, со временем Правда Для этого нужен Высокий боевой дух Вот Чтоб они хорошенечко Присоединялись А-а-а Ты кто такой? И почему ты там у меня сидишь? Светловолосый Странник в Сарготе Короче, все равно Я не могу взять никаких Странников И никаких спутников больше Так Центр города Торговля Вот это вот Вот это вот Готово Готово Да Расходики Конечно, будут расходики Потому что гарнизоны Большущие Здесь, значит, уже больше Двухсот Ну, это По крайней мере Залог того Что никто сюда не поедет Но минус Вот Так вот Я и провожу Свои дни Туда Сюда Решаем Всякие вопросы Проблемы Вот И Больше всего Минус Смотри, какое поле Больше всего Меня, конечно Волнует Вот эта Фрактория Больше всего Волнует Она Да Дух, конечно Боевой теряется Когда я беру Из тех пленных Ну Что делать Так Управление Замком Ну Пока еще В плюсе Медленно Но В плюсе Восстание Не ожидается О Смотри Пошла Потихоньку Стройка Пошли Ярмарки Потихонечку Главное Чтоб сейчас У нас тут Ничего Нигде Не сбилось Все Все То есть Где-то С 25 Верности Все-таки Стройка Начинается Опять же Смотрите Нигде Не написано То есть Пока верность Была Минус 25 Стройка Не шла Окей Отлично Не спугнуть Уехать Прямо На цыпочках Оттуда Так Поехали В Верон Горные Бандиты А сейчас Мы к вам Вернемся И надо Повышать Боевой дух Так И здесь Управление Замка Как 49 Хорошо Это 11 дней Ладно Слушай Подожди А Вернон У меня Нет Денег Там Хватало Так Давай Ловить Бандитов Ну Давай Куда Чего В чем Дело Где-то Они тут Бегали Наделись Плохо Без мата Плохо Видно Недалеко Пока Не уткнешься Носом В этих Бандитов Не поймешь Где они Вот Ну По большому Счету Можно было Зайти Куда-нибудь В Лагету Подождать Пока Там Это Мата Справится Задан Ну а мне По большому счету Опять же Это не особо И нужно Мне качать Некого Так Только Что Если Боевой Дух Поднимать Катафракции Готов И Вланзийский Чемпион Давай Че Хороший Рыцарь Сейчас Смотри Нажму Готово И дух Упадет На 2 На 2 Единицы Так Влагите Мне Что Нужно Дай-ка Я зайду В кузне Давненько Я туда Не заходила А Имата Опять же У меня Нету Блин Большому счету Мне тут Нечего Делать Плавить Я не буду Потому что Перка У меня Нету На Получение Новых Новых Деталей Это Умата Перк Так Я могу Плавить Всякие Там Чугуны Тоже Немного Потому что У меня Не так Много Угля Это Все Можно Это Приплавить Так И Вот Так Давай Уже Подождем Тогда Да Вот Речка Вот Ура Ваши отношения Улучшились С 6 До 9 Так Мата К нам Добавилась Да Задание Сделали Отряд 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 Нет Смотри Кати Прокачались А Она Пришла Вот Она Пришла И С Этими Рыцарями Которых Я И давала Да Многие Раненые Ну Не страшно Короче Мата С нами Можно Здесь Как-то Все Сестры Меча Пришли К нам Я Очень Надеялась Что Их Огробят Но нет Их Не Огробили Они Остались Живы Они Живучие Так Лагета Хорошо Тогда Что Я Хотела Я Хотела Уехать Мне Теперь Надо Опять Очевидно Расставлять Поставить Сюда На Разведчика Мату Вот И Посмотреть Не Прокачала Ли Она Что Нибудь Пока Бегала Что Тут Мерцает Очевидно Да Но Получается Что Нет А почему Мерцает Или Она Всегда Мерцала А Ася Разведка Ася Надо Разведочку Немножечко Прокачать Красненькая Она У нее Тут Уже От Отчета Интендант Ничего Никакую Разведку Она Больше Не Прочит Не Прокачает Так Так И Катила У Немножечко Эх Эх Черт И Давай Коплавь Мне Вот Вилы А Нифига Она Не Расплавит А Дерево Нету Так Торговля Город Есть У тебя Дерево Мне Очень Не Хочется Сейчас Куда Это Ездить Далеко Так Теперь Плавить Вилы Ну и все И мат у нас Закончилась Ладно Давай еще Здесь Немножко Подождем Каждый раз Когда я Где-то Сижу Что-то Жду У меня Вот Теперь С этими Владениями Прям Блин Сердце Не на месте Убыток 1300 Блин Так Ага Влагите Смотри-ка У нас Влагите Турнир Давай Матоп Лавь Слишком Много Мы там Всякой Фигни Таскаем Надо Все Это Разобрать Серпы Зазубренные Копья Мотыги Что Так Сначала Там Где Дерево Есть Копье Мотыга И Это Все Мы Набрали От Этих Так Ну и Мата Закончилась Все 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 Ладно Уезжаем Иначе Это Тут Можно Это Можно И Нужно Делать Конечно Не на Запись Поскольку Это Никому Не Интересно Так Ну что Поедем Развеемся Что там У меня В отряде Кто Куда Там Кто Хочет О Созрел Воин Ботанский Созрел Хорошо Возьмем Повысим Повысим Ничего Повысим Мы Найдем Кучу Разбойников И будем Повышаться Так А мы Давай Ка Прямо У нас Смотри Ка Вечере Тоже Но Отправимся На Арену Турнир Четыре Человека Какой Тухленький Приз Наверное Будет Посмотрим Конечно Мне очень интересно Сейчас Как говорится Понять Как работает Экономика И Посмотреть Что будет Когда Выстроится Город Там И так далее Так Мне надо Бить Прежде всего Зеленую Моту Вот она Прямо На меня И Бежит Слушайте А почему Вот Так Несправедливо Ты там Сзади Может Ты попадешь По ней О Давай Мота Убей Его Я в тебя Верю Да Я в тебя Даже Не сомневалась Ты И Меня Убить Сможешь Я же Их Еще Приодела Так Что Да Так Ну что Мои А нет А чьи Ту Выкинули Торговка Пряностями У нас Вылетела Вы Вылезла Понимаешь Ли Так И я Опять У меня Тут Короче Опять Против Мата Насерас Она Не Против Меня Ну а Она Со Своим Противником Расправилась Три Три Счета Или В два Или В два Счета Ну-ка О Да Она Отхватывает Кто Ты Так Перский Конный Воин Так Ладно Зувейра Ты Смотри Которговку Пряностями Мы Приодели Она Не То Что Прям Так Мечница Но Все Так Обалдеть Так Конный Воин Но Он Не На Коне Ну Они Кстати Серьезная Ну Не Очень Да Имперская Арена Конечно Классная Такой Прям Так Ее Выбили Имперский Арбалетчик Окей Без Арбалета Я Кстати Не Посмотрела Что Там Приз Какой Без Столом Наверное Подожди Подожди Думать О Призах Их Надо Это Сначала Заработать Да Посланник Что Новенькое Или Может Уже И Было Вот Почему Я Делаю Турниры С Такой Периодичностью Ну Потому Что Они Хорошо Добавляют Они Добавляют 6 Очков Нам Надо Качать Наш Клан До Пятого Уровня Вот Это Вот Известность Это Очень Долгая История Вот Понятно Что Можно Не Только Из Турниров Но Из Турниров Как То Скажем Зрелищнее Что Нам Тут Надо Нам Надо Уехать Злогеты И Посмотреть Что Это Замечек Нам Дали Ярость Ярость Ветра Он Назывался Да Ну Я То Свой Меч Точно Не Поменяю Потому Что Это Вообще Орудие Убийства Кривые Мечи Он Как Бы По Данным По Данным Он Вроде Не Такой Длинный Есть Мечи По 120 Тот же Самый Не Помню Сейчас Ну Короче Какой Это Был Меч Скальпель Да Вот Скальпель Сейчас Вот Я Вам Покажу Мы Возьмем Сейчас Скальпель Вот Он Вроде Как Бы Длиннее Считается Но До Этого Я С Ним Билась И По Факту По Факту Вот Это Вот Гораздо Длиннее Сложить Тем Более Вот Ну Он И Посильнее Будет В общем Чем Скальпель Колющий Да А вот Режущий 94 Выносит Просто На Раз Колоть Я Редко Кого Колю Вот Ладно Это Все Детали Мы С Вами Уезжаем И Дай Я Еще Раз Перед Тем Как Уезжать Куда Нибудь Далеко Я Наведуюсь Опять же В свои Владения Вот Смотри Опять Вероне У нас Только С Тем Проблем Разбавились Разбавились Теперь Здесь Проблема Что Надо Инструменты Ну Давай Купим Собой Инструменты Ваша Милость Я К Вашим Услугам Такой И Куда Дел Инструменты Давай Давай Благо Мы Недалеко От Лагеты Уехали Сколько От Себе Там Инструментов Надо 12 Сплошные Расходы Торговля 12 Иронии Нужны Были Да Так Держи Свои Инструменты Блин Зачем Посетить Ну Ладно Посмотрим Наш Одну Деревню Там Все Так Виноградники Так Поручение Держи Инструменты Ура Аж Су Аж Су Со Семь В Этой Деревне Улучшились Подожди А ты Кто Такой Почему Ты Тут Со Мно Ходишь Да Это Мой Спутник А Почему Муж Мужшина Прекратите Меня Проследовать Да Вот Она Деревенька Причем Такая Посмотрите Деревенька Такая Приличная Не Какой Небось Хатки Бум Вот Такое В общем То Я надеюсь Что это тоже Зависит от благополучия И так далее Ну ладно Надо посмотреть Кто у меня В спутниках Почему у меня Какой-то Какой-то Простой Воин Ходит Почему не Ходит Мои Сутки Есть Виноград Ох А вот Чего-чего А винограда У нас Опытно И кушай Как говорится Нет Виноград Мы покупать Не будем Готово Уехать Так Больше нету В моих деревнях В тех деревнях Меня уже Мало волнует Нам бы Со своими Справиться Без порядков Ну вроде как Нету Да Это такая Удаленная Деревня От того Уже Замка А так Кто-то Там Победил Итак Давай Посмотрим Замок Верность Плюс 7 Через 6 дней Это Сделается Да Мне надо Сразу Поставить Наверное Следующий Что мы будем Следующий Остроить Амбар Наверное Наверное Так Пока Вроде Что-то Как-то Плюс Минус Нормально Но амбар Что он К лимиту Запасов Еды А сады У меня Построены Сады Построены Сады Есть Путу Воинов Гарнизона Возможно Потом Надо Вот это Выстраивать Потом Плац Для Ополчения А потом Снижение И Потом Уже Налоги Вот Потому что С финансами Как-то Мы справимся Понятно Что сейчас Идет Минус Но ничего Потихоньку Потихоньку Главное Разобраться С этой Верностью Так Еда Плюс Здесь Плюс И гарнизон Плюс Известные Люди Ладно Готово Я хочу Посмотреть Пленников Тут Нет Уезжаем Так Давай В факторию Заедем Верон Он Как бы Такой Еще Более-менее Благополучный Был замок А вот Здесь Финики Есть Надо Сюда За финиками Заехать Вот Потом Саргота Потом Поедем К Хергитам Залучниками Так Замок Да Строятся Ярмарки Блин Потихоньку Строятся Маленький Но плюсик Есть Так Опять же Потом Мы Сделаем Сады Вот После Садов Закончим Осадное Орудие Не надо Мастерские Надо было Строить Так А как Мне Это Убрать Это Теперь Вот Так Наверное Да Вот Это Будет Вторым Пунктом Потом Уже Сады Потом Достроить Вот Это Вот Ну Не знаю Насколько Мне нужна Казарма Ну Вот Как-то Так А потом Посмотрим Второго Уровня И так Далее Готово 18 дней Конечно Блин Долго 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 Надо Наверное Сюда Еще Денег Влить Вот Понятно Что Быстрее От этого Не станет Ну По крайней Мере Так Дай-ка Мне Посмотреть Не Не Подсунули Там Нет Ничего Не Подсунули Никого Не Подсунули Уезжаем Вот И Еще Давай Проблемный Саргут Мы решили Проблемы С Деревнями Я Очень Надеюсь Что Никого Я так и не Купила Что Теперь У нас Будет Тут Плюс Ну Немножечко Плюс Есть Да Хорошо Охрана Все равно Минусуется Мастерские Я не знаю Тогда Плац Что ли Плюс Пять К ополчению Какие Что еще Для вас Надо Чтоб у вас Форум Что ли Вам построить Не знаю Акведук Дает Акведук Росту Благополучия Давай так Давай Следующий Ты будешь Строить Акведук Это все Будет У нас Быстрее И Потом Вот Это Вот Площадки Может Пока Но Тебе Лучше Будет Я Не Владельца Потом Это Потому Что Я Не Уверена На Что Влияние Влияние Здесь Или Влияние В Клане Смотри К У Нас Здесь И 36 Тоже Откуда Столько Откуда Столько Граждане Ополчение Надо Тоже Делать Вот Это Вот Амбар Потом Уже Казарма Все Вот Что У меня В отряде Дай-ка Посмотрим Не Понятно Что Никто Ко Мне Сейчас Не Хочет Но Мои Все Поправились Все Поехали С Песнями И С Танцами Мод Нужны Оливки Так Медленно Оливки 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 А у нас Что там С едой С оливками Помнишь Что-то У нас Заканчивалось Да-да-да Вот Оливки У нас И Заканчивались Я понимаю Что это Очень дешево Зерно Но Такое Количество Не нужно И наград В огромных Количествах Ёлки Ладно Теперь Давай-ка Вот Через Фракторию Деревню Проедем Ну и Что вам Хочу сказать Наверное Придется Уже Караваны Приходит Саргут Кстати Саргут Хорошо Когда Снему В него Караваны Приходит Он там Прямо Сразу Так Ух Расцветает Можно Сказать Кто-то Просится К нам Наездник Давай Все Вот Им Не нравится Боевой Дух Не нравится Кормишь Их Тут Понимаешь Лифи Неками А Им Не нравится Так А могу Нет Виноград Вообще Очень Дешево Лошадки Артисия Итак Прямиком Через Всю Карту Кусает Чайкант Где у них Тут Деревня Начинается Где-то Здесь Да Вот Так что Мчим Туда Через Всю Карту Но Друзья Там Наверное Мы с вами И встретимся Аж Аж Голова Закружилась Это будет Долго Это будет Не быстро Вот Ну вот Так вот Такое Наше положение Дел Я Подожду Как все Будет Развиваться Пока что Буду Своими Делами Заниматься Прибыль Прибыль Меня Сейчас Больше Всего Угнетает Потому Что Минус Тысяча Это Все Таки Много Понятно Что Ты Выковал Один Меч И он Себе За Десять Дней Эту Когда Такого Хозяйства Вот Друзья Мы С вами Увидимся В следующей Серии А Всем Кто Посмотрел Эту Огромнейшее Спасибо Всего Вам Хорошего И Пока Пока Пока